По случаю Дня Европы в Одессе подняли флаги Украины и Европейского Союза. Как это было, знает наш коллега Богдан Максимец, он с нами на прямой связи. Богдан, пожалуйста, тебе слово, расскажи, пожалуйста, вот об этом мероприятии, о том, как и Одесса присоединилась к этой истории под названием День Европы. Да, действительно, были мы студентами этого верно-бесприлучения исторического события, потому что впервые в честь Дней Европы, которые были приняты и оглашены, что 9 мая будет День Европы президентом Зеленским, буквально несколько дней назад, впервые были подняты флаги Европейского Союза, этот синий флаг с звездной окремой над административными зданиями города Одессы и Одесской области. Можем сказать, что проходили такие формальные мероприятия, были официальные поднятия над обладминистрацией, которые исполняют сейчас роль военной администрации, были поднятия над городским советом и городскими советами в разных точках Одесской области. Можно добавить, что это далеко не впервые европейские флаги поднимаются именно над объективными зданиями. Еще со времен революции достоинства, с Крыма 2014 года, достаточно часто приурочены к Дням всеевропейским, поднимаются в платье Европейского Союза, также над другими административными зданиями, потому что с 2014 года Украина сделала свой выбор, с революцией достоинства другого уже быть не может, только путь в большую европейскую семью, только путь в те европейские членности, которые объединяют весь цивилизованный мир под одно большое цивилизованное начало. Можно сказать, что пообщались мы также с людьми, представителями власти, представителями общественности, и вот что они говорят, прошу прямую речь. Я бы сегодня говорил о том, что Украина значит для Европы. Знаете, когда-то очень давно мы искали национальную украинскую идею и говорили о том, что надо не любить себя в Украине, а Украину в себе. И мы, и наши партнеры с Европы и остального мира убедились, что Украину нужно любить в Европе. Она часть Европы. И актуально говорить, что мы стали живым, без преувеличения, счетом для всей Европы. Доминирующая мысль в этот день о том, что Украина была и есть Европой всегда, так как мы являемся европейским государством, которое с начала прошлого века выбирало европейский путь развития и путь в демократию и в демократические ценности. И сейчас в ситуации, когда именно украинская армия, именно жители Украины охраняют восточные границы Европы от того зла, которое пытается надвинуться на европейский континент с Востока, та мысль, что Украина – это неотвенимая часть Европы, становится все более актуальной и более важной. Также можно добавить, что сегодня в Одессе пройдут несколько таких полуформальных мероприятий. Говорят о том, что некоторые посольства в Европе и Светлане также устраивают такие мероприятия для того, чтобы этот день сегодня отпаздновать. В целом все проходит спокойно. Конечно же, не стоит забывать про угрозы ракетных атак, о которых предупреждает оперативное командование ЮГ, которое обеспечивает безопасность на территории Южного региона Украины и говорит о том, что у россиян в эти дни могут быть попытки повторных ракетных ударов по территории Украины и в том числе по гражданской межструктуре. Поэтому праздник праздником, но стараемся быть аккуратными и то, что говорится – соблюдать все правила безопасности, которые такожны в наше сегодняшнее военное время. Поэтому благодарю и предусловно служить. Спасибо большое, Богдан. Благодарим тебя за то, что нам рассказал о том, как проходит День Европы в Одессе. Богдан Максимец, наш корреспондент с Одессы, рассказал о том, как проходят праздничные мероприятия в честь Дня Европы.